всем привет вы на канале урал спецтранс мы с алексеем как-то снимали челябинец плюс и обычный дачи лябинец делали сравнение двух кранов решили отдельно про челябинец плюс рассказать чтобы точно уже без всяких там сравнений то что он у нас уходит покупатели сегодня поэтому мы решили запечатлеть его еще это автомобильный кран длиной стрелы 21 9 метров на шасси камаз 4318 челябинского механического завода его отличительное свойство то что он новой серии плюс серия плюс это о чем говорит о том что кран скажем на вырост то есть вы купив вот тут скажем базовой комплектации кран который сейчас перед вами есть вы можете потом купить к ему еще дополнительные противовесы купить к нему гусек ну и тем самым улучшить его потребительские качества то есть если мы говорим про дополнительные противовесы то вот на это место к автомобильному крану предусмотрен так называемый портал или стол его называют на которой можно поместить противовесы сейчас пока вот есть просто такие крепления кронштейны приварены к нижней раме сверху они прикручиваются значит для того чтобы их так скажем зацепить за заднюю часть и в сзади на верхней поворотной раме в районе лебедки тоже вот на эти вот эти вот места вот они там такие банки приварены видите с этим с резьбой тоже сюда устанавливается так называемый механизм подъема противовесов то есть по сути это два гидроцилиндра которые устанавливают слева и справа на верхней раме и развернувшись назад они подхватывают эти противовесы подхватывают и скажем фиксируют тем самым кран становится ну это же кран это же весы то есть у него на задней части появляется дополнительный груз связи с чем он может поднимать больше но есть одно определенное обстоятельство ездить с этими противовесами на кране нельзя то есть их количество достаточно большое получается 5,4 тонны можно зацепить и по поводу гуська гусек конечно у нас вешается на стрелу то есть вот на правую часть для того чтобы его повешать нужно дополнительно все-таки приобрести вот эти кронштейны которые крепят гусек стреле то есть к головку и вот к центральной части там тоже есть у нас закладные куда можно прикрут прикрутить этот кронштейн управление краном у нас осуществляется в ящике который сзади за краном то есть мы открыли тут у нас все в чистоте то есть достаточно плотной резинки у нас здесь стоит гидрораспределитель управления краном операциями и принципе можно выставить опору то есть трехходовой кран который переводит с верхнего с работы верхней части экрана на нижнюю верхней рамы на нижнюю сначала выставили опора потом переключили и работаем на кране сверху здесь ставится подсветка но вот выключили нас массу то есть можно включить и то есть тут идут до светодиодные достаточно ярко и темное время суток это все видно ну и большой как бы это получается у нас вот этот указатель угла наклона то есть что пузырек у нас был в центре когда мы выставили на опорах закрывается крышкой всегда чистый новые подпятники то есть они новой формы они полегче они все вырезаются ну и они по прочности не уступают но легче килограмм на 5 чем те которые были раньше на самом деле когда мы говорим про лакокрасочное покрытие то есть ну вот что можно да вот эти болты не оцинкованные то есть вот мы видим да вот он стоял на улице нигде то есть они немножечко как бы прожавели по качеству окраски но можно сказать заводу скажем большой плюс за эти годы то есть все равно вот это вот то что сером они красят и белым на сегодня достаточно хорошо держится то есть вот особенно по стреле всегда были нарекания что где-то допустим особенно вот в местах сварки не вот примыкание вот этих усилителей от этих ребер жесткости и все остальное где-то не прокрашивалась то есть значит где-то не зачистили осталось на этой стреле мы нигде не нашли стрела как говорит челябинский механический завод приближенная к овоидному профилю то есть многие люди хотят а мне удать овоидную стрелу ну я понимаю что пройдет еще год или два и наверное челябинец уже нам покажет большее количество гибов чтобы точно уже она называлась овоидной а так ну вот судите сами то есть какая-то стрела дексагональная не это воинная еще наверное вот в чистом виде нет но это скажем большой шаг вперед для того чтобы кран для покупателя был внешне привлекательным значит есть ручной насос то есть по нему тоже было много споров разговоров нужен не нужен в итоге он вернулся на свое штатное место случае если где-то кран вдруг по каким-то причинам перестал работать есть способ сделать так чтобы он так скажем в полевых условиях был собран и так скажем отъехал в безопасное место на работу причем мы видим что допустим у некоторых кранов нужно и зипа взять вот этот шланг его прикрепить после этого начать ставить монтажку и качать как правило зип никто не возит все шланги теряют здесь мы видим что штатные не закрепили и все то есть ты просто ушел включил нужные краны ставил монтажку и качаешь он оставьте кран вот гидробак который мы видим он уехал вверх раньше он был внизу его пытались все время как бы вниз поставить на сегодня уменьшили его объемы и подняли его наверх значит что этим добились добились тем что у нас вот здесь вот сними пожалуйста вот тут у нас в этом месте в середине сейчас тем временем заберусь открою у нас появились две ниши которые позволяют там хранить какой-то инструмент или какие-то нужности которые а ты так снимая думаю что так увидишь то есть мы открыли то есть вот это середина она откручивается да вот это вот ее можно открутить на болтиках и вот эта крышка которая здесь она тоже у нас снимается что здесь большое такое подполье достаточно емкая которая позволяет сетчалки какие-то значит стройка цепи сюда сложить и вести причем наверху у тебя ничего не будет видно то есть это плюс потом для крановщиков специально я понимаю сделано эти дырочки то сюда все прикрепят крючочки и тут будут висеть красиво все вот эти чалки стропы то есть принципе это я считаю плюс завод об этом думает и это появилось на кране это хорошо запасное колесо у нас она может в двух местах быть она может быть здесь ну кран он и вешает его краном сюда и второе завод все-таки сзади как не как правило не убирают возможность крепления там в нижней части то есть она там осталось значит что еще можно заметить механизм поворота он весь импортный то есть это планетарный механизм поворота стоит гидромотор который вращает планетарный редуктор гидромотор планетарный редуктор шестерня поворотная защищена то есть она не зацепит никакую не чалку ни трос это все импортного производства достаточно качественно надежно планетарная лебедка внутри как бы весь механизм и как бы торможение с правой стороны там стоит гидромотор который вращает эту лебедку тоже достаточно качественного производителя импортного завод значит совместно сбилась белорецкий металлургическим комбинатом значит постоянно выходит на то чтобы канат и специально для крана был нужного типа нужного размера но размер у него 15 нужного состава то есть вот здесь он с одной стороны не сильно дорогой гостовский по госту 76 68 значит с другой стороны он имеет все эти качества на разрыв накручение на вот эту на свин на свивку то есть можно сказать что уже на сегодня этот применяемый канат он специальный для автомобильных кранов все достаточно открыто то есть вот я вижу здесь верхней части я могу обслуживать кран здесь механизм значит вот этот так называемый самовар его еще называют вращающее соединение то есть тоже вот его хорошо обслуживать видно все рукава высокого давления которые уходят у нас тому то есть в принципе не надо что-то откручивать куда-то лезть то есть все на виду опорно-поворотное устройство тоже она покупная тоже импортная то есть вот эти ну вот эта большая шестерня на болтах которая прикручивается то есть вот я понимаю что в купе с механизмом поворота из вот этой с механизм с опорно поворотным устройством это достаточно надежно и долго прослужит мы видим здесь масленки которые позволяют смазать то есть можно 1 вон 2 то есть они буквально по всему кругу даже бегать не придется то есть есть толотница которую просто не надо никуда лезть забрался на броню и смазывай следи за ее состоянием подтягивайте болты ну по лестнице мы уже говорили то есть вот этот упор который в колесо он достаточно удобен то есть без него можно конечно залезть но как бы в валенке или в большом сапоге когда ты вот сюда в колесо упираешься ты можешь невольно соскользнуть такого нет есть упор и вы сделаны специальные такие вырезы то есть в любой обуви ты все равно с этой лестнице не соскользнешь тоже это мелочь но она доработана и она пришла к этому крану вот эти рога тоже удобно ты слепых не было надо было за что-то хвататься за них схватился там дальше рукой запор очень поднялся выше есть подножка можешь протереть стекло нижняя верхняя настроить все нужные фонарики как тебе нужно забраться в кабину особенно удобно когда кран повернут допустим есть работа и кабина крановщика находится где-то над землей кабина крановщика одним из ее не так скажем преимуществ является ее объем то есть вот здесь все пусто удобно то есть ты сидишь вытянул ноги и ты в принципе может вдвоем прятаться то есть в кабинах других кранов вдвоем от дождик или от снега поэтому здесь достаточно все продумано и достаточно комфортно удобно ложатся руки в рычаги то есть ты можешь прижав спину работать ими вот значит есть диаграммы которые позволяют тебе не заглядывая в руководство по эксплуатации видеть нужные грузовысотные характеристики видеть точки смазки то есть куда тебе нужно есть цифра 123 то есть периодичность техобслуживания через сколько моточасов нужно обслуживать ту или иную часть то есть когда крановщик относится к своей технике хорошо он все это видит и смазывает прибор безопасности резонанс угм 240 видно бачок с омывающей жидкостью то есть он под ногой здесь стоит в принципе ну наверное как бы можно сказать мешает а может и не мешает зато он на виду видно что жидкость у нее выше или ниже кран затяжки крюка здесь сделан кнопкой то есть в старых кранах которые так скажем были выпущены там много лет назад либо старой конструкции у них был рычаг который нужно было повернуть и значит затягивать круг здесь есть такая кнопочка то есть кабина крановщика комфортно то есть утеплять ее практически не нужно то есть она уже с утеплителем сделано отверстие откуда идет у нас теплый воздух то есть вот здесь стоит у нас здесь планар 4d24 здесь из фольги есть воздуховод который значит сюда по этим каналам проводит воздух сюда проводит сюда можно открыть направить себе в ноги или вверх и соответственно на окна на окнах есть форточки раньше их тоже не было достаточно легко они сдвигаются то есть это важно в двери у нас форточки пока нет как на галичанине но здесь это есть есть такая вот второчка то есть ее можно закрыть вот даже так принципе от солнца ты защищен конечно у крановщика это понятие такое растяжимое то есть он все равно должен видеть постоянно стрелу которая у него направлена вверх но возможность если он когда-то поднял груз допустим сидит ждет закрыться от палящего солнца она предусмотрена все время просит прикуриватель но последнее время он как бы себя изживает то есть всем больше нужно ну вот он видимо под прикуриватель значит больше не прикуриватель а именно питание там допустим 12 вольт какие-то гаджеты подключить или что-то еще телефон зарядить освещение это у нас здесь стоит моторчик который двигает сверху очиститель он в этой коробочке закрыт ну само сидение она получается из тряпки то есть это не герман тин чистой воды а это вот но на такое достаточно комфортно ну здесь с наружной стороны мы видим бачок здесь заливается у нас дистоплива либо насчет зимнее время года вмешается еще с керосином для того чтобы у нас работал отопитель салоне новка в кабине крановщика раньше было актуально то есть все просили как бы в кабину крановщика установить дополнительный отопитель по отзывам людей которые эксплуатируют эти кабины они говорят что в принципе достаточно того что уже есть если уж там совсем совсем мороз минус 40 минус 50 но в этот в эти температуры экран не работает все что она современная удобная но среди бесплатным не бывает да то есть конечно эта кабина крановщика она не стоит то есть и ремонтом там 50 тысяч конечно это будет уже деньги совсем другие но человек покупает такой кран получают достаточный комфорт для своего корновщика который там будет работать поэтому я считаю что серия плюс которая сегодня идет на смену предыдущего модельному ряду 2017 году она достойна и значит имеет право на жизнь более того она имеет много очень конкурентных преимуществ которые мы постарались вам рассказать ну и будем рады услышать ваши комментарии отзывы особенно тех людей кто их уже эксплуатировал знает значит как они себя ведут эксплуатации спасибо большое за внимание ждем ваших вопросов и обращений звонков компании урал спецтранцы с автомобильным экраном и другой спецтехники